Добрый день! Сегодня у нас второй семинар по основам джаваскрипта и я буду отвечать на вопросы. Пожалуйста, вопросы по материалу курса, а не организационные. Любые организационные, по экзаменам и по всему остальному, на самом деле, это в чате. Как только я буду знать там когда экзамены и всякое такое, это мы чуть позже сможем все сделать объявление. В общем, если у кого-то и вопрос, вы просто размьючиваетесь, задавайте его и пожалуйста. Есть такой вопрос, вот вы же говорили, что можно сдавать вам экзамен по сути на любом языке, а если, ой, это же организационный, извините. Хорошо, такой вопрос касательно, мы могли бы рассказать поподробнее о контракте функции next, вот как она применяется, в принципе, ее применение и просто там в лекции по функции next, то есть контракт итерируемости, вот про этот момент, там было бы в лекции в лечение, немножко хотелось бы поподробнее узнать, а то из лекции не хватит. Давайте, давайте, такс. Вот это, да? Да, ну смотри, у нас тут есть объект, у объекта есть символ итерейтор, символ итерейтор это функция, можно написать вот так вот, можно написать двоеточие и тут лямбда функцию, по сути сильно большой разницы нет, то есть вот у нас символ итерейтор в квадратных скобках тут, это практически имя этой функции, да? Дальше, объект является итерируемым, если у него объявлен символ итерейтор тут. Символ итерейтор должен возвращать объект, у которого есть функция next. Опять-таки, эта функция может быть тут вот так вот через ключ значения, да, ну вот как обычно в объектах, или она может быть вот так вот объявлена просто, но тогда тут нужно еще ретурн написать, то есть тут фигурную скобку, тут фигурную скобку, тоже вот таким вот образом и ретурн нужно написать. Вот так вот можно написать тоже. И эта функция next, она возвращает структуру из двух полей, value и done, в value собственно значение, а в done флаг, ну, признак, значение boolean, которое, если оно true, это значит, что next можно еще раз вызвать и что-нибудь из этого итерируемого объекта еще получить, а если оно false, то это последний value. И благодаря тому, что у нас есть такой контракт, мы можем по этому объекту, у нас этот объект range называется, вот так вот по нему проитерироваться циклом for-off, то есть просто вот у нас range, и в нем символ итератор. Как это работает? Значит, цикл for-off сначала вызывает символ итератор, получает оттуда вот этот вот объект итератор с next, и просто вызывает его до тех пор, пока у него done не будет равен false. Хорошо, а в примере, который был именно в ченнинге, там, по-моему, может я ошибаюсь, но там изначально у нас done, this done, потому что тоже в объекте было, в контексте, то он у нас был undefined, и мы там после первой итерации присваивали ему значение true. Давай, откроем его. Вот, да, и вот здесь оно становилось this finish true, то есть и на следующей итерации, как бы done становился true, и у нас тоже заканчивалось итератор, то есть изначально... Ну, во-первых, куда ссылается этот this? На контексте объекта, который возвращается. Да, 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 он ссылается на вот этот объект. Вот этот вот. Теперь. finished true. А еще в лекции вы говорили, что this, оно, получается, ссылается на контекст функции, объекта, который возвращается, то есть небольшого объекта O, а вот этого, который с символ итерейтера. Да, да, действительно, действительно. Вот этого объекта, то есть, по сути, когда мы пишем this finished, это примесь, которая к вот этому объекту сюда добавляет поле finished с значением каким-то. То есть вот это к нему примешивается, вот этот finished. А вот, когда мы тут пишем done, да, то есть мы считываем это поле finished из вот этого объекта. То есть, по сути, у нас тут этот next только один раз вызовется. Ну, то есть при первом же вызове он установят тут в true, а это значит, что done будет при втором вызове, сразу будет done true. У нас, ну, при втором вызове итерация закончится, а вот в предыдущем примере у нас итерация происходит, пока не станет значение false. А здесь оно получается, у нас this finish становится равно true, то есть заканчивание итерации происходит, когда… Да, когда true, да, когда true. То есть когда done становится true, то есть пока он false, итерация происходит. Точно, точно, да. Потому что я вот пробовал там немножко модифицировать это, чтобы у нас выводилась не вся строка за раз, а итерация, и вот поэтому чуть спросил, чтобы подробнее вопрос разобрать. То есть конец будет, когда это значение становится true. Пока он false, итерация будет заходить дальше. Да, 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 давай сейчас еще раз посмотрим, что это у нас происходит тут. Так, значит, у нас в чейнинге будет вызываться line много раз, да? А потом мы пишем вот такую штуку, троеточие текст, по сути, для того, чтобы объект развернуть в значение какое-то. Ну, тут будет, собственно, одно значение. Благодаря тому, что у нас объявлен тут символ итератор, у нас один раз вызовется next, то есть мы этот синтаксис тут, именно в данном примере 5-iterator.js в репозитории чейнинг, да, мы его используем только для того, чтобы преобразовывать объект текст в строчку. То есть мы этот контракт не для того, чтобы его в foroff'е использовать тут, а чтобы его использовать при вот этом spread-операторе. То есть spread-оператор тоже вызывает символ итератор, потом вызывает next, берет value и возвращает тебе сюда value. и все. Это просто для того, чтобы использовать вот этот троеточие как синтаксический сахар. То есть мы сначала напичкали туда строк в этот объект txt, они там склеились и сохранились внутри. А потом через троеточие мы их все выколупываем. Да, этот момент я понял, я именно касательно вот next хотел. Ну да, ну короче, тут по сути, когда он дан true, это выйти. Логично. Еще вопросы? Ок. Если вопросов нет, то я вам сейчас покажу новый формат того, как я собираюсь, что я добавлю в курс, как вы можете попрактиковаться, ну, пописать код, попробовать порефакторить код, готовиться к экзаменам и, собственно, издавать экзамены, у нас появится огромное количество примеров кода вот такого плана. Видите? Это куски страшного говнокодища, и все их нужно рефакторить. То есть, хорошая практика переписывания кода, это, собственно, если вы берете какой-нибудь вот такой вот примерчик и давай его оптимизировать. Оптимизировать тут можно бесконечное количество времени. Я таких уже подготовил порядка 100 примеров. Так что всем этого точно хватит. И я думаю, что вы можете пока что потренироваться. Ну, берите любые примеры кода из интернета, со Stack Overflow, с всяких, значит, там, в Википедии или еще где-то. В интернете куча всякого кода и пытайтесь этот код улучшать. То есть, вот, ну, к примеру. Функция, допустим, сейчас, find, нет, сейчас, допустим, escape JS Quotation Вот так. Открываете Stack Overflow и видите тут какие-то такие примерчики по типу вот такой вот код. ну, он ужасен и вот вы это дело берете и переписываете на какой-то другой вариант. Ну, это тут вообще что-то с jQuery, тут вообще какие-то страшные штуки. Там при помощи JSON Parse кто-то это решает. Тут даже на самом деле в этом примере даже ничего хорошего вообще нельзя найти. ну, допустим, берете какую-то функцию JS Split String тоже там с Stack Overflow. Не, ну, тут понятно, что у строки есть Split а это своя реализация, вот какую-то свою пытаетесь написать в форуме какую-то свою реализацию. Ну, тут будет Split стандартный. Давайте попробуем найти может быть кто-то через Forte написал. Так, скорее всего есть такие варианты. ну, вот допустим, да. Берете эту функцию, копируете ее к себе в редактор и давай ее оптимизировать. Так, ну, во-первых делаем const record очень странное, конечно, название почему-то тут ключи сюда запихнуты боже мой это, конечно настолько плохая реализация, что ну, и начинайте ее переписывать вот так. Чтоб там не осталось варов чтоб были const и чтобы было нормальное форматирование ну, с этого можно начать чтоб везде были точки с запятой чтобы значит не было длинных строчек и чтобы не было ну, вот видите тут split i почему-то тут i да это кто-то так переменную создает чтобы эту переменную вот тут вот не писать человек ее тут через запятую объявил в этом варе да ну, вот видите это же var а в варе можно через запятую объявлять несколько переменных ну нам это делать плохо поэтому мы можем писать тут let i ну и так далее да то есть вот тут куча всего можно оптимизировать ну, хотя бы что-то мы из нее сделали и как бы тут во-первых очень странно что тут прямо функцию захарткожены вот эти ключи их нужно куда-то вынести но они как-то связаны с предметной областью поэтому рекорд this оно еще и через this каким-то образом это дело ага, я понял о боже мой это конечно трешак const ну допустим result объект и тут уже будет не this а вот этот вот result ки-итэ ну тут на самом деле так const ки равно ки-итэ сюда ки-итэ это по ключам проходимся ну что вам сказать нужно сюда добавлять с , кис вот так а потом эту функцию вызывать с двумя этими аргументами это мы сейчас заберем куда-то вниз потому что это чтобы не было этой глобальной константой давайте конст равен давайте посмотрим что он тут хочет сделать вот такая вот строка этого человека так тут джон смит потом это адрес потом вторая строчка адреса потом город из вот это дело это zip-код да вот он хочет распарсать вот такую вот строку и хочет чтобы все эти значения разделенные тильдочкой чтобы у него создавался объект вот с такими вот полями да это конечно человек тут захотел ну бывает такая задача давайте как как бы мы ее хорошо решили давайте все таки воспримем что он все таки хочет написать это хорошо давайте заменим тут все вот эти кавычки и будем конст объект равно рекорд давайте парс рекорд назовем это парс рекорд сюда строк запятая keys вот так отличный кстати ключ и пример очень показательный как из куска говнокода что-то все-таки написать тут у нас проходится вот таким вот сишным циклом по ключам это не самый ну как бы нормально так тоже делать но можно просто этот код упростить давайте напишем конст key of keys вот так теперь вот эта строчка нам не нужна нормально так сначала мы сплитаем строку потом создаем новый объект а потом в этот объект запихивать значение давайте консоль лог выводить этот объект давайте попробуем это запустить а вдруг она уже работает а я еще пишу так так парс рекорд а вы функцию там не переименовали вот так вот верху и валяя с ней это по идее должно быть да да действительно теперь не это а теперь нам нужен ай лет тут у нас действительно этот ай был нужен я зря с ним распрощался но все равно вот так вот код будет чуть-чуть попроще теперь он дефайн ага ретурн нужен ретурн раз о ну видите она уже работает но тут еще не все хорошо я все-таки вернул ее чтобы оно было сишным этим самым сишным циклом конечно же я просмотрел что тут нам нужен индекс но уже так более-менее и в принципе сплит по вот этой штуке ну нормально давайте еще подумаю есть у кого-то еще идеи как то можно оптимизировать есть еще какие-то какие еще оптимизации тут может могут быть в общем ну правда же так код стал получше давайте заберем что у человека тут было была вот такая конструкция давайте ее из-за того что она длинная все-таки чуть-чуть хотя бы чуть-чуть за рефакторю вот так вот да ну вот сравните давайте я ее вначале перенесу что было что стало у кого какие еще идеи как тут можно оптимизировать давайте вернем тут вот этот цикл все-таки не будем конст ки равен из и то теперь тут не нужно вот так делать в лес и т давайте я это дело закоменчу и запущу чтобы убедились что все это все еще работает работает отлично какие еще идеи что тут можно улучшить с оптимизировать а можно питание давай а чему вы заменила фанк фанк шин декорейшн как через конст прописала потому что смотри что он тут делает он использует оператор new чтобы делать новый объект а я это сделал функцией то есть как бы тут нам прототипное программирование вообще лишняя конструкция то есть мы хотим парсить строку и отдавать объекты как бы модифицировать ну как бы модифицировать здесь у прототипов вот таким вот образом но это плохой стиль то есть мы хотим это все написать без прототипного программирования просто значит вот создаем новый объект ну как справочник добавляем туда ключи цикле да и все ну и еще потому что почему как бы можно было и дальше сюда вот давайте я сюда фанк шин вернул что это фанк шин вот таким вот образом да можно в принципе это увидите сейчас что она точно также работает и с фанк шином еще можно сделать это не фанк шин экспрессион вот просто вот так вот написать да уже это будет работать прекрасно но теперь тут . запятой лишняя но теперь у этой функции ее можно прицепить какому-нибудь объекту через здесь но смысла ее цеплять к объекту никакого нет потому что это просто чистая функция то есть она однозначно отображает свои аргументы в результаты поэтому так как у нее лиза нет тут для таких случаев в джаваскрипте придумали синтаксис стрелочных функций и теперь нужно всегда использовать именно и исключительно синтаксис стрелочных функций потому что это позволяет сделать скажем так код и более облегченным и у этих функций по-другому работает область видимости если мы пишем вот такие вот функции через ключевое слово function не присваиваем их в какую-то переменную или константу в этом случае функция сразу становится видна во всем файле а если мы пишем вот так вот то она видна только после того как мы присвоили ее в этот парс то есть функция начинает работать как переменная или как константа то есть как бы после присвоения значение уже есть до присвоения значения нету это более предсказуемый и более понятный поведение функции ну и короче так как у нее не используется this не не используется привязка к объектному контексту то быть ей более тяжеловесной функцией ну тут на самом деле скорость выполнения не имеет никакого существенного значения синтаксически это правильнее то есть мы когда хотим сделать чистую функцию мы делаем функцию стрелочную лямбду когда мы хотим сделать метод и потом значит привесить этот метод или через bind через apply через call этот метод прицепить какому-то объекту ну тогда мы делаем функцию с ключевым словом function и вот так вот используем еще вопросы вот можете тренироваться на похожих на похожих штуках допустим рей вот ну тут есть какие-то полифилы к нему ну ладно и вред они не не самое вот допустим zip да как этот zip должен работать вот два объекта а мы из них хотим сделать вот такие вот два массива мы из них хотим сделать пары заходите сюда ну можно это через map сделать там самый простой вот такой вариант но тут где-нибудь есть более сложная реализация есть тут она ну короче тут есть разные реализации ну короче хотя бы вот эту вот вариант который у них хороший через map сделанный будем считать что мы его возьмем как мы можем это дело с оптимизировать давайте во первых эти штуки должны быть констами мы их никогда не меняем так вот это давайте скопируем в конец тут напишем реализацию функции конст и назовем ее zip будем принимать туда а и б тут вообще она не виде функции а виде просто простым нова кода было написано плохим способом так а теперь тут напишем zip б вот мы из этого сделаем функцию давайте теперь ее поисправляем конст результат мэп вот это нам нужно прибить тут сделать функцию стрелку тут вот значит всю эту трубу сюда определить это закрываем ну вот так вот она уже будет наверное работать давайте сохраним это куда-то в зип так не не будет она работать давайте посмотрим почему а потому что ратурн надо написать так раз о смотрите пары создаются но тут можно это дело еще с оптимизировать видите что у нас одно присвоение и сразу результат ну в этом случае в принципе можно сделать это как function expression вообще однострочный вот такой вот вот видите работает как часы но так е и и ну плохие названия element давайте это по оптимизируем к читабельности и б и т ну и индекс вот так я думаю что всем вам теперь это читается лучше давайте теперь напишем это немножечко отформатируем и еще это улучшит читабельность вот так вот получше стало но я думаю что тут можно еще улучшить читабельность все таки сделав тут блок операторов пусть это будет не в одну строчку но вы сейчас увидите что можно так пэйер равен элемент ладно давайте рост и вас вот так и ртурн пр вот так теперь это мы скопируем сюда это у нас ферст ну давайте сюда ферст вот так и теперь сюда он ст ласт о ну вот так я думаю что так эта функция стала более читаемой видите она так дальше и работает но она проще читается просто благодаря тому что у нас может быть даже не ферст и ласта ферст и секонд вот так вот вот так b индекс ну нормально а и b тут их называть эти массивы пэйер так 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 ну ок в принципе вот можно так писать мне кажется нормальный вариант но значит кто-то хочет это дело переписать вместо мапа использовать for я тоже не против такой реализации ну давайте это сделаем на форе или вам не надо это ну в общем скажите я вот сейчас это оптимизирую показываю это интересно или же да это очень интересно да интересно ладно конечно хорошо это так давайте тут напишем const result вот этот пустой массивчик заготовим себе и теперь будем проходить for let let first off а и теперь будем раз пуш сюда загонять вот этот пэйер давайте тут вместо ретурна в пэйер загонять в массивчик и теперь нам нужно взять из b const не b а second равно b и тут нам нужно брать и т а и у нас нету индекс нам нужен так плюс плюс мы его сделаем let индекс равно нулю можно так а можно через тишний цикл как я вам показывал в предыдущем варианте так давайте это дело сейчас нужно вернуть result вот так сохраним смотрите работает она точно так же как и та работала ну давайте это перепишем через let i равно 0 ну до и меньше а и плюс плюс теперь отсюда плюс плюс убираем индекс сюда можно и можно индекс это не сильно принципиально теперь отсюда переменную прибили мы таким образом когда вот переписали на сишный этот цикл ну меньше строчек стало это такое но он концептуально правильнее потому что у нас переменная индекс теперь используется только в цикле так 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 но теперь феста нету заметили что у нас фест куда то пропал он дост равно а индекс а вот теперь она получше как так сохраняем видим все работает до сих пор кода стало сильно больше но этот код стал ну примитивнее и его проще читать я надеюсь это очевидно всем что такой код чем проще код тем его проще поддерживать тем в общем это более качественный более поддерживаемый более надежный и более правильный код хотя кода дофига можно искать какой-то баланс то есть между тем чтобы это была одна строчка с мэпом и между тем чтобы вот значит вот через фор и все такое что из них будет работать быстрее нас в принципе не особо волнует она примерно одинаково будет работать ну как бы я не думаю что функция zip является какой-то сильно высоко нагруженной функцией в вашем программе или же функция вот как мы тут писали вот такая парс рекорд что она будет парсить эти значит такие вот строчки миллионами но если вдруг у вас реально нужно будет парсить эти строчки миллионов миллионами то вы просто напишите то же самое на си или на значит любом языке который компилируется в веб-ассембле и или допустим на ассембле скрипте который похож на джаваскрипт как две капли воды и просто откомпилируете потом это будет у вас просто работать в виде машинного кода без garbage collection из статической типизации из типами данных привязанными к процессору с низкоуровневыми хорошими правильными типами данных которые эффективно работают там значит могут становиться там не просто переменная там двух или там четырех байтов будет регистровая переменная там ну короче вы можете делать при помощи веб-ассембле всякие оптимизации и скажем так как только у вас вот этот zip там или парс рекорд они становятся узким местом в вашей программе будет значит просто перепишите их на более быстрый язык все равно как бы тут в джаваскрипте вы сильно не сэкономите ну то есть вот как тут самая большая задача шивка код был читаем и поддерживаем и понятный если вам хорошо читать код с мапами фильтрами радиусами он тоже хорошо работает прекрасный код ну как бы если весь проект в таком стиле написан с с всякими вот этими функциями ну и вам хорошо это читать и команда готова читать код ну тогда так оставляйте если нет то переписывайте вот на императивщину как я вам тут переписал вот такие примеры примерно понятно если еще какие-то вопросы вы можете размьючивать их задавать и я сейчас пойду посмотрю какие у нас есть вопросы в диска шинах фрешнем все это кто-то сюда что-то задает как лучше обрабатывать данные сокетов это старшие курсы задавали с кель тоже старшие поры мест ну да тут реально все вопросы они вы сюда не присылали таких вопросов которые для первого курса это мы будем разбирать завтра или послезавтра когда у меня завтра по моему для старших курсов задачки так ну что размьючиваетесь задавайте вопросы смотрите у нас есть лекции по рефакторингу и для того чтобы научиться улучшать этот код можно найти эти лекции сейчас они быстро гуглятся тимур шамсадинов рефакторинг я думаю что можно увидеть рефакторинг находится тут вполне добрый добрый день сегодня сегодня мы продолжим с рефакторингом у нас уже была лекция это самое код review и было даже несколько лекций по паттернам и анти паттернам и все это немножко связано и у меня уже были вопросы поступали несколько раз от людей как эти все вещи переплетены и как они значит сопоставляются значит рефакторинг это мне кажется это можно на другой процесс изменения его наружное поведение внешнее поведение не должно поменяться то есть у него какие-то характеристики какие-то факторы которые нам важны у этого кода изменятся анти паттернер рефакторинг вот останется для пользователя абсолютно таким же пользователя в данном случае я имею ввиду или программиста который использует какую-то библиотеку или же действительно пользователя который пользовательский интерфейс используют или кто-то первого курса подключается копии и для него все снаружи должно оказаться точно таким же то есть у нас же система многослойная и вот из того слоя из которого вызывают наш рефакторный код поведение не должно измениться и еще это связано конечно же проверка вот этого вот поведения она связана с тем что этот код конечно перед рефакторингом обязательно должен быть покрыт тестами иначе мы не поймем позиторий анти паттернс действительно изменилось это поведение и не изменилось поэтому конечно приступать к рефакторингу без того чтобы у нас были написаны тесты практически никаким образом не получится ну или же как минимум к примеру какая-то часть тестов наружная должна быть написана конечно потому что тесты могут быть наружными могут те которые лезут прямо внутрь наших модулей и проверяют как там внутри устроены вещи перед тем как приступить к рефакторингу должны еще выделить ту часть именно ту область ответственности которую мы рефакторим потому что если мы рефакторим одну функцию то естественно что не должен измениться контракт вызывает рефакцию и не должны измениться индексов входные параметры выходной результат и какие-то структуры данных которые она возвращает но допустим структуры некоторых данных в памяти могут измениться которые функция там себе строит которая используется внутри но если у вас какой то у него конечно есть там внутренние структуры которые вам для каких-то своих нужд для каких-то своих целей используют конечно же виде объекта и тоже из нее искать наружный интерфейс обращения к этому классу и должен поменяться или какой-то модуль или какой-то компонент наружный интерфейс не должен поменяться а вот внутренний может поменяться но если с функцией мы вовнутрь не можем залезть то с классом или с компонентом или с модулем мы вовнутрь можем залезть есть тесты которые проверяют внешний раз тесты которые проверяют внутреннее правильно неправильно естественно что Vis вы все которые проверяют внутреннее поведение Они при рефакторинге могут сломаться, поэтому как раз нужно начинать рефакторинг с того, что если у нас есть тесты внутренние для этого модула, то мы их сначала должны поменять, а потом рефакторить. То есть мы должны понять, где заканчивается тот программный компонент, часть кода, которую мы рефакторим, и понять, что наружное поведение не меняется, а внутреннее может. Так, давайте посмотрим сейчас небольшие примеры, которые я вам подготовил. Она у нас в Call Programming Works в каталоге рефактора лежит. И тут у нас есть еще вот мои заметки. Сначала по заметкам пройдемся, потом по примерам кода. То есть смысл этого кода, чтобы код лучше читал. Какие должны быть предусловлены, чтобы мы к рефакторингу приступили. У нас код уже должен быть написан, вот тот модуль, который мы рефакторим, должен быть написан, и в нем не должно быть очевидных ошибок. Потому что рефакторинг это не процесс исправления ошибок в коде, а это процесс совершенно другой, который позволяет сделать то же самое, только более понятным для программиста способом. В основном понятно для программиста, а в некоторых случаях мы должны улучшать характеристики по скорости, по использованию памяти, но само поведение не меняется. Скорость улучшится, понимаемость кода улучшится, использование памяти уменьшится, а вот поведение никак не изменится. То есть код должен быть написан, и в нем не должно быть ошибок, то есть код должен быть уже совпадать с техническим заданием на него. То есть он покрыт тестами, и когда мы приступаем к рефакторингу, мы должны понимать, что мы это делаем. У нас есть интернетива, если нас характеристики этого кода не устраивают, именно вот такие характеристики связаны с эксплуатацией и поддержкой. То есть если мы этот код не понимаем, как он написан, вот если мы его вообще не понимаем, как он написан, то, наверное, тут даже и не особо за рефактор, что его можно просто переписать с нуля, просто поддерживая те же самые интерфейсы, которые уже были у предыдущего кода. Ну это не рефакторинга, у нас есть альтернатива, или мы переписываем с нуля с теми же самыми интерфейсами, или же мы все-таки исправляем то, что у нас есть. Это решение, которое вы должны принимать каждый раз в связи с конкретным куском кода. Ну и сразу же, когда вам что-то в каком-то модуле не нравится, это тоже не повод сразу приступать к рефакторингу, потому что вполне возможно, что это не самое критичное в системе. То есть если у вас есть свободное время, конечно, вы можете этим заняться. Но когда у вас срочно все делать, то обычно рекомендуется, что делает на третий раз, когда вы заражитесь, проявляете веб-код. Вот как нам подавлять эту ошибку, значит, или что-то непонятное, или что-то вот хочется улучшить, и вы в него один раз залезли, записываем F, ну как-то сделали, но запомнили себе, что один раз уже лазили в него. Второй раз залезли, вы уже понимаете, о, в общем, похоже, что как-то ситуация накаляется, и на третий раз вы уже начинаете его рефакторить, потому что если вы этого не сделаете, то, похоже, вы будете лазить, исправлять этот код очень много раз. А когда мы не проводим рефакторинг, это, конечно же, в противоположном случае, если мы хотим переписать все с нуля, ну, и мы тоже должны понимать, что, конечно, при рефакторинге теряется предыдущий код, о, в смысле, если мы переписываем с нуля, теряется предыдущий код, а вот если мы делаем рефакторинг, то предыдущий код не теряется. Почему нам важен предыдущий код? Потому что какой-никакой, а он уже работает, и все-таки этот код является, ну, каким-то средоточим знаний о предметной области, и потерять его, конечно, не хотелось бы, каким он ужасным бы не был, но все это... Подавлять с row exception. Вполне возможно, что в нем есть какие-то такие знания, что если мы перепишем это с нуля, то мы их потеряем. Мы можем пропустить какую-то операцию, которая очень редкая, если у нас недостаточное покрытие тестами, а на самом деле, если у нас тестируется достаточно крупный программный кусок кода, у нас может быть даже стопроцентное покрытие тестами, но при этом у нас не будет стопроцентного покрытия разных случаев использования этого кода. То есть мы даже можем добиться, чтобы у нас... Ну, что такое стопроцентное покрытие? Когда у нас в ходе исполнения тестов хотя бы раз по каждой строчке пробежался поток управления, да, то есть мы, в общем, по всем ветвям, по всем ветвлениям, по всем циклам, по всем грузерам функций, по всем табрасам, конструкторам, методам, по всему делу, по всему пробежалось исполнение. Ну, это уже очень хорошее покрытие, но это даже не полное покрытие, потому что, конечно же, мы же не можем пробежаться по всем значениям переменных, которые у нас могут быть. А вот в каком-то стечении обстоятельств может так случиться, что все-таки при стопроцентном покрытии не все проведение будет установлено. Выброшенное исключение не как exception, а это можно получать через событие. Нам может так вот не повезти, что мы потеряем предыдущие, ну, в общем, если мы используем системы контроля версий, то нас это, скажем, спасет, в том плане, что даже если мы все подписали с нуля, потом мы понимаем, что что-то там случилось, мы всегда можем подсмотреть, как оно было до переписывания с нуля. Но, конечно, нужно сначала стараться все-таки отрефакторить, а потом уже, если уже очень сильно плохо, если вы понимаете, что у вас переписывание с нуля займет там день, а вот исправление тех ужасно накрученных абстракций, которые есть в коде, может занять вообще несколько недель. Такое тоже бывает, код бывает разный, старый, очень сильно запутанный. Ну, вот я сегодня, допустим, покажу на примере такого кода, я отрыл из каких-то дебрей гитхаба одну свою библиотечку, которая называется… Я, видимо, закрыл закладку. Сейчас, сейчас, сейчас. MySQLUtitis. Когда-то люди… Ничего не появилось. …использовали MySQL. И я, значит, для ноды написал библиотечку, которая облегчает использование нативных драйверов MySQL. Ну, если никаких вопросов больше нету, то можем расходиться. Как ни странно, я уже куда-то, наверное, долго не лазил. Я открываю, смотрю, а там люди какие-то pull requests шлют, issue пишут и, значит, используют это, скачивают, и там, значит, какой-то движ происходит. Ну, в общем, мы сейчас попробуем… До свидания. …в качестве примера не испортить это… Спасибо.